Погреб с высокой насыпью выглядит вот так. Выше уровня земли, земля насыпается на целый метр. Видите, глиняная засыпь в перемешку с угольным шлаком. Получается, угольный шлак засыпан на толщину почти метр выше уровня естественного грунта. Но получается, если погреб копан еще на метр в землю, то сверху два метра угольного шлака засыпано. Вот его видно здесь под глиняной обмазкой. И все сверху замазано толстым слоем глины, так сказать, для создания термоса. И залит бетонный парапет, чтобы ничего никуда не расползалось. Главная задача, в общем, сохранить температуру ниже дневной поверхности для того, чтобы хранение было при более низкой температуре. В общем-то, ничего сложного в обустройстве этого нет. Сверху еще построен навес. Навес именно для того, чтобы продувалось все ветром, чтобы температура внутри вот этого, так сказать, помещения без стен была естественной. Если бы здесь были стены, то все нагревалось бы. Я повторю, это погреб в очень южном регионе, на Кавказе. И, в общем-то, по отзывам владельца работает такой погреб очень даже хорошо. Я считаю, что подобный способ обустройства погреба очень полезен. Как опыт, много людей спрашивают меня, как нам получить погреб на юге, и чтобы он при этом более-менее хорошо работал. А тут, в общем-то, вы видите, самый главный секрет – это природные, так сказать, или естественные утеплители, которые не отсыревают и, в общем-то, не растворяются на солнце. Еще раз скажу, основная засыпь произведена угольным шлаком с замазкой сверху всего этого толстым слоем глины. Спуск погреб – обычный люк. Люк и, значит, ниже верхнего люка на глубине больше метра есть еще один люк и лестница вертикальная, по которой нужно спуститься сверху донизу. Так как если сделать погреб на юге по типу ступеньки, идущие вниз и дверь в полный рост, то такой погреб хранит только до Нового года максимум. Потом он уже работает плохо. А в жарком климате вообще невозможно ничего хранить в погребе, если уже заканчивается зимний период. Но вот эта система с люком, она очень надежна, если вот иметь вот такой вот утеплитель, два метра высотой над основным перекрытием погреба. Народный опыт, он, конечно, бесценный, и все сделать правильно, очень удобно, опираясь на чужие знания и, в общем-то, идеи наших предков. Слушайте совет умных людей, подписывайтесь на видео Жуна Горячий Мастер, расскажите о нас своим друзьям и знакомым.